Москва, Сталинград, Ленинград, Курск. Сеньор Афонсо де Карвальо идет тропами Советской Красной Армии. Он внимательно рассматривает экспозицию в Российском Музее Победы. 77 лет назад во время Второй мировой бразильский пенсионер помогал антигитлеровской коалиции бороться с врагом. 16-летний студент морской школы стал самым молодым моряком, хранителем спокойствия в Атлантическом океане. Основной нашей задачей было патрулирование гражданских кораблей. И это было чрезвычайно сложно, так как одновременно на достаточно небольшой площади шло огромное количество кораблей, до 70 суден. Но вы должны понимать, что это чрезвычайно опасно, потому что они находятся на достаточно близком расстоянии. Это все равно, что овечье стадо, которое движется в определенном направлении. А почему оно так движется? Потому что есть овчарки, которые помогают этим стадом управлять. Так вот, мы были в похожей ситуации, так как гражданские корабли были в центре, а военные корабли располагались по всему периметру водной поверхности чуть дальше. И наша задача была производить разведку, нет ли поблизости фашистских подводных лодок. Вместе с моряками на фронт уходили бразильские летчики и пехотинцы. Всего из Рио-де-Жанейро в 44-м году в Европу отправилось 25 тысяч солдат. Около сотни женщин. Они трудились медсестрами, а также эскадрилья из 50 самолетов. В боях Бразилия потеряла порядка 2000 человек. Латиноамериканцы сражались с итальянскими фашистами и нацистами. Так что Бразилия и Россия испытали на себе одних и тех же агрессоров. Конечно, Россия потеряла в сотни тысяч людей больше, но Бразилия тоже пострадала от нацизма, ведь важна каждая жизнь. Бразилия объявила войну Германии в 42-м году, после того, как немецкие и итальянские подлодки совершили серию атак на грузовые корабли. Под водой оказалось больше 30 судов. Сотни людей погибли. Бразилия стала единственной страной Южной Америки, которая внесла практически вклад в общую победу. Спустя 70 лет после освобождения мира от нацизма ветераны двух стран подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Там много-много пунктов, которые мы уже выполняем. Это практическое подтверждение. 15-м пунктом у нас там стоит развитие ветеранского движения в области БРИКС. Забота о здоровье ветеранов, культурные обмены. И этой мы работой начали заниматься. Ветераны обменялись военной литературой. В руках штурмана-бомбардировщика Галины Брок-Бельцовой книга бразильского военного историка Карлоса Дороса «Ночные ведьмы. Советские летчицы во время Второй мировой войны». На страницах история самой Галины Павловны. В небе она сражалась за Кубань, Крымский полуостров, Белоруссию и Польшу. Была птенцом одного из трех легендарных днёс майора Марины Росковой. Немцы прозвали лётчиц «ночными ведьмами». «Летали на ПО-2, 100 килограммов бомб, 10 вылетов часто за ночь. Немцы пунктуальные, раздеваются до белья, ложатся и вдруг выключается мотор и на голову бомба падает. Кто это? Да ведьмы ночные. И так приклеилось. А мы летали днём на пикирующих бомбардировчиках». В Бразилии эту книгу несколько дней назад презентовали на пленарном заседании в муниципальной палате депутатов Рио-де-Жанейро. На встрече чествовали российских и бразильских ветеранов. Их поздравил посол России в Бразилии Сергей Акопов, генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Кокмаков и представитель штата Рио-де-Жанейро. Это не единственное произведение бразильских авторов о советских бойцах. Например, поэт Карлос Дандрадо посвятил свои стихи солдатам, которые обороняли Сталинград. Эту битву знают во всем мире и Бразилия не исключение. Тем более эта страна с обороной Сталинграда связана еще тем образом, что в самом конце войны именно экспедиционный корпус Бразилия взял в плен итальянскую дивизию, которая в свое время воевала под Сталинградом. Сеньора Фонса де Карвалья на празднование Дня Победы в России раньше не был. Моряк спешно надевает на свой пиджак медали, принимает от россиян цветы и пробирается через колонну бессмертного полка к трибуну. Признает отношение русских к истории, впечатляет. Мы очень благодарны, что можем поучаствовать и в военном параде, и в акции Бессмертный полк в Москве. Мы говорим вам спасибо за доблесть советских солдат, за все, что сделала Красная Армия для освобождения Европы. Доблесть и подвиги советских солдат – это то, что бессмертно. Об этом слагают стихи и песни, а также воспевают в плотных рядах Бессмертного полка. Патриотическая акция проводится уже восьмой год подряд и собирает сотни тысяч человек. Маршрут Бессмертного полка растянулся на 7 километров. Конечная точка – это Красная площадь. В колонне дети и внуки тех, кто встречал Великую Победу в 45-м и тех, кто до нее не дожил. Но именно в Бессмертном полку они могут пройти по брусчатке, поддерживаемой своими родственниками. Мой прадедушка Тарас Иван Иванович, он прошел всю войну, он стоял на границах Монголии и воевал с японцами. Акция прошла в 110 странах. Впервые марш состоялся на Аляске, в Гонконге и Колумбии. Второй год подряд ветераны и местные жители выходят на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы почтить память погибших и подчеркнуть, что победа над фашизмом общая.